Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». За прошедшую неделю состоялись матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Чемпионат России. На этом мне хотелось бы закончить перечисление, что состоялось на этой неделе в мире футбола. Но я уверен, что те болельщики, те, кто любит эту игру, кто переживает, кто действительно верит, что футбол – это то, что объединяет, то, что сплачивает и коллективы, и народы, и страны. Сегодня, наверное, на всех лентах новостей идет информация о тех деяниях, или, не знаю, у нас есть юрист, который обязательно скажет, как это называется на официальном юридическом лице, да, наши игроки российские учинили, ну, просто какой-то, мне кажется, не знаю, есть ли такое понятие, уголовный беспредел. В ближайшие 45 минут мы поговорим обо всем об этом вместе с вами, а также с Сергеем Буслаевым, Кириллом Узалевским, Леом Розенблат и Константин Щербиненко. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер. Вот на такой вот действительно ноте веселой. Почему? Потому что Лига Чемпионов подарила нам увлекательнейшие матчи. Лига Европы со своей немыслимой развязкой до последних минут держали в напряжении все наши команды. Ну, и Чемпионат России. Встречались первая и вторая команда прошлого чемпионата. Говорится, чемпион и вице-чемпион, да. Ну, и много других было интересных и интересных событий. Встречались команды, которые сейчас идут на первом, втором месте, ну, перед этим туром, соответственно. Все это было. Ну, хочу спросить у своих коллег. Друзья мои, давайте все-таки немножко уделим внимание и теме, потому что мы все-таки все с вами болельщики, да. Мы любим футбол, мы ходим на стадионы, мы болеем за свои команды, за тех людей, которые играют в этих командах, да. Переживаем вместе с ними травмы, непопадание в ворота, в составы и так далее, и так далее, и так далее. Кирилл, вот, ну, ты у нас юрист. Вот скажи, пожалуйста, все-таки это, на твой взгляд, уголовные или административные правонарушения, то, что сделали футболисты «Зенита» и «Краснодара»? Мамаев и Кокорин. Это предназначено, уголовные преступления, это вопрос только в квалификации, как это будет квалифицироваться, либо побои, либо из хулиганских побуждений, там уже статья посерьезнее. Это уголовные преступления, ребята, они взрослые, директоспособные, так сказать, вполне могут и должны и будут отвечать за свои действия. Ну, группа, плюс еще, может быть, нанесение тяжких, да, это еще более... Да, нет, это серьезно, это если ребята думают, что все обойдется и спустится на тормоза, во-первых, не к тем людям они пристали, и, во-вторых, с такой оглаской получил, я думаю, серьезные последствия будут. Сергей, как только мы узнали про эту историю, да, и мы с тобой еще днем общались на эту тему, с одной стороны, ты говорил, что, ну, да, ребята, наверное, погорячились, да, может быть, есть смысл их простить. Сейчас, после того, как мы все больше и больше узнаем об этой истории, у тебя сохраняется мнение, что, может, действительно, ребят простить, ну, похулиганили, с кем не бывает? Я не знал о поводу первого случая, там, оказалось, еще они водителя избили первого канала, вот, и посмотрел видео, конечно, это безобразие. Ну, понимаешь, Олег, в каждой эпохе, в каждом чемпионате, в каждой стране есть вот такие, ну, не знаю, клоуны, там, такие люди, вот, Болотели того же взять, да, который поджигал там что-то постоянно. Но он у себя дома поджигал. Ну, а они где? За границей, что ли, поджигали? Ну, у себя в доме, когда он там в ванную. Нет, он помимо поджигания, он там попадал в такие истории, там, тоже. Сейчас вот Роналду, да, американцы хотят там тоже. Серьез, кто-то не путает, тут дело не доходило до уголовной написанности. Нет, ну, Роналду уголовные хотят прикрутить за изнасилование, хотят ему, да. Ну, это больше, наверное, фейк. Ну, не фейк, есть подняли дело, оказывается, есть. Не фейк, это шейк. Да, шейк, подняли дело. То есть, у нас тоже были такие случаи, вспомните, Стрельцова, да, в 60-е годы тоже поднималась. Так что в каждом, как тебе сказать, в каждой эпохе, да, в каждом чемпионате были какие-то прецеденты, да. Обиднее всего то, что ребята талантливые, да, и теперь я так думаю, что, конечно, с футболом, ну, хотя бы в России им придется проститься, я думаю. Потому что клубы не потерпят, да, потерю своего имиджа, потому что и Зенит, и Краснодар сейчас... То есть, условно, Витас или, там, я не знаю, пражская Спарта купит Кокорина, пригласит к себе после этого? Нет, они, может быть, ну, куда-то, может, в Казахстан, там, в какие-то союзные республики бывшие уедут, может, доигрывать. Хорошо, тогда, ребят, вам вопрос. Да, мы говорим о том, что имидж, имидж клубов, да, Краснодар, Зенит, этими поступками, конечно, не красят. Об этом заявило уже руководство этих клубов, да, заявило. Чисто спортивный, да, если мы берем с стороны этот вопрос, этот конфликт, клубы в правильном направлении пошли? Ну, если подошли, да, сейчас, получается, Кокорин, он, в принципе, только-только вышел на свой уровень и вот сыграл игру за Зенит и, там, забил гол, да, мне кажется, в плане именно футбольного таланта, именно Кокорин повыше смотрится, чем Мамаев. Что касаемо именно, как отреагировали клубы, а у них не было других, как бы, скажем так, вариантов не отвечать или просто молчать. Нет, сначала Зенит заявил, что, ребята, мы придем к этому, да, но сначала мы должны выяснить все обстоятельства, сначала выслушать МВД, очень осторожность. Олег, ну да, ну... Сейчас заявление у Зенита гораздо более осторожное, чем заявление у Морис Наталья. В контракте прописано, если в случае разрыва, там, я думаю, большая неустойка будет, хотя, не знаю, пару уголовных дел. Просто так и было, в принципе, написано, что сейчас юридически все настолько подковано в пользу профессиональных игроков, что найти какие-либо подводные камни в этой ситуации очень сложно. То есть, они будут настаивать, что, ребята, у нас контракт, платите. Но уже к делу подключился РФС, и они тоже, значит, полностью поддерживают клубы, да, чтобы всячески найти какие-либо варианты, чтобы разорвать с ребятами контракт. Вот действующий футболист, с которым я общаюсь, правда, он играет не на таком уровне, чуть пониже, ФНЛ, он пишет именно как сам футболист, как человек, который вместе с ними, да, там, проводит профессионально сборы и, соответственно, играет, чтобы понять и простить этих ребят. Но уже, к сожалению, первый звоночек мы все прекрасно помним, который был в далекем, да, Монте-Карло. Получается, в этой ситуации ребята ничего не учат, они повторяют те же самые ошибки, наступают ограбли. И мы путаем ситуацию, я надеюсь, Кирилл тоже со мной согласится. Там, в Монте-Карло, было понятие этики, понятие какого-то там, я не знаю, еще чего-либо, да, невоспитанности, в конце концов, да, вот это вот право... Олег, а здесь воспитанность? Неуместности, да, данного события. А тут, извините меня, уже уголовное дело. Да, но мы же знаем, что и с самого начала, с утра пораньше, ребята уже дебоширили и показывали свою состоятельность в Сапсане, да, Питер, Москва. Получается, у них здесь просто немножко сорвало полностью крышу. Мы не знаем, что они принимали. Я не думаю, что люди, которые в 9 утра идут в кофейню на Никитском бульваре, будут в состоянии такого крайне, возможно, даже наркотического опьянения. Поэтому, что они делают, это просто ни в какие рамки. Нет, мы все прекрасно понимаем, мы знаем, помним все эти истории с кальянами, да, и все остальное. Пожалуйста, ребят, вы просто нарушаете дисциплину, вы нарушаете спортивную... С банями, с лайками. С банями, со всем угодно. Вы нарушаете там семейный кодекс, в конце концов. Молов в Краснодаре разбил машину, убежал с места аварии, там, ну, его лишили прав. Но это все равно административное. Но это никого не бил, да, он разбил свою машину. Это административное нарушение. Да, административное нарушение, согласен. Как ты расцениваешь всю эту историю, вот как тебе видится? Насколько вот это все, ну, мерзко и неправильно с этической стороны? Ну, мне кажется, вот как-то совсем уж так нападать на ребят. Во-первых, Кирилл, вместо меня, должен был сказать, что их виновными может только суд признать. Что сейчас, пока мы видим вот эти видеозаписи, на которых вроде угадываются Мамаев и Кокорин. Но все равно, сейчас некоторые себе описаны, это все голословные. Какие-то мысли и суждения, мы можем о них... Ну, эмоции можно сюда... Буквально перед выходом я увидел, что один из крутых адвокатов Москвы давал информацию, что у Кокорина чуть ли не сильнейшая девушка адвоката в нашей стране и в Москве в частности. И поэтому у нее очень сложные... Он уже инвестировал в эту историю, да. Знал, чем это закончится. Возможно, у него есть такая подушка безопасности. Я думаю, у каждого из нас были маленькие мысли, но согласимся мы, да, что ребят как-то откупятся. Ну, не тут-то был, тут человек непростой. Не, ну, здесь еще, может быть, сказалась волна от происшествия, которое случилось в ночь на воскресенье, на поединке UFC между Хабибом Нурмагомедовым и МакГрегором, где, на самом деле, меня достаточно возмутила ситуация, которая возникла после боя. Потому что есть опасность, если такие бойцы с таким именем, спортсмены профессиональные, так себе позволяют вести себя после самого спортивного мероприятия, то что же могут позволить обычные ребята, которые занимаются спортом, единоборством или футболом, еще не важно, чем... То есть они смотрят на своих кумиров, и если им это позволено, я не вижу, что это им сходит с рук, то что же они будут себе позволять в обычной жизни? Олег, ты самый главный вопрос мне задал. Откуда корни, это, ноги-то растут? Да, пожалуйста, давай ответим на этот вопрос. Давай вспомним, как начинал, как корень, я же хорошо помню, на моих глазах, как он появился в Динамо, да, после школы Коноплева приехал мальчик, учился в Динамо, включил хороший контракт, а потом с локомотива-то он ушел. Его очистили, да, не знаю, за что, плохие показатели. Ну, видимо, да, за двойки. Потому что забрали же многих тогда, и Динамо забрал. Как и Смолов, он попал в Динамо, хороший контракт парень получил. Потом он попадает в Анжи, не сыграв там ни одного матча, Динамо его забирает обратно с еще более крупным контрактом, понимаешь? А мальчишки-то всего там еще 20 не было, и он уже там и в сборную попадать стал, и в основе в Динамо играет, в Куране там с Альбуйна, со всеми звездами. Я думаю, да, вспомню эти фотографии, эти вот пляски там около Геленвагенов. Понятно было, что хорошим это не закончилось. Он не знал, куда деньги дождевать. Не тот мозг, видно, у парня. Сравнить со Смолом, да, вот даже была передача как-то, они когда играли в Динамо, там был такой канал, сейчас уже можно говорить, спорт.фм, да, и там вот ввели передачу, две девушки, и Смолова пригласили. Смолов, он знает несколько языков, допустим, он может объясняться, читает книги. А Кокорин, это немножко другая ситуация. Понимаешь, там, я не знаю, прочитал в своей жизни хоть одну книгу, какой-то букварь там может... Конечно, мы высказываем свое мнение, да, и оно у нас... Ну это шло к этому, я к чему говорю, к чему говорю, что этим должно закончиться. То, что мы знаем о Кокорине, он совсем далеко не глупый человек, у него достаточно сильное чувство юмора, чувство самая эрунда. Нет, он всегда с улыбкой, да, вот этот... Иванушка Дурачок у него, да, такая вот... У каждого есть свое мнение, как я сказал. Кокорин Мамаев люди, вот что мы узнаем. Да, как и у нашего телезрителя, который только что до нас дозвонился. Добрый вечер, давайте пообщаемся. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Да, приветствую. Олег, я понимаю, что контракты составлены в пользу игроков, но тут же все зависит, чем закончится дело. Если их посадят, дадут определенный срок, простите, как они будут выполнять свои контракты? За что деньги-то платить? За то, что не сидишь? А погребняк сидел у нас. Ну, я понял, да, я понял. Ну, я не знаю, у кого в контракте из футболистов записано, потому что в случае уголовного преследования контракт разрывается. Да, или деньги перечисляем кому-то. Спасибо. Супруги или кому-то. Не, ну, в любом случае, я думаю, что до этого дело не дойдет. В любом случае, наверное, клубы настолько быстро подсуетятся, что буквально, наверное, в течение недели, может быть, двух уже, скорее всего, будут контракты с футболистами расторжены. Тут больше меня вспомнилась другая ситуация. Знаете, только посмей сказать или там заявить. Это вот было сказано, вот я читал, значит, в информационных данных, на что, на каждого вот такого, ты знаешь, кто я, в данной ситуации нашелся человек, а ты знаешь, кто я. Поэтому многие обсуждают, и если бы в том кафе бы сидел обычный человек, да, например, там рядовой учитель, болельщик. Кость, а водитель Первого канала, кто он, я? Что он сказал, вышел? Вы знаете, кто я? Я водитель Первого канала, что ли так он представил? Нет, нет. Ему за что попало? То, что он сказал, ребят, вы там это... Я думаю, здесь больше водителя привязали к этой ситуации, потому что... Первая драка произошла с водителем. Да, первый эпизод. Там, понимаешь, он же не говорил водитель, я вышел, я водитель Первого канала, ребят, вы что, какие футболисты? Нет, я думаю, я соглашусь, что безнаказанность, безнаказанность, порой в таких моментах, да, она вот приводит именно к таким последствиям. И мы прекрасно помним, как, ну, бывает в каких-то драках определенных, да, один человек ударил второго, тот упал, и наступила смерть. И таких случаев очень и очень много. И слава Богу, что эти люди, да, там, я не знаю... Тут все обошлось. Обошлось, да, для их пострадали, здоровье пострадало, но, по крайней мере, не было летального исхода. Конечно, конечно. И в этой связи, я просто, вот, высказывая свое мнение, да, вот, хочу обратиться ко всем, там, не знаю, компетентным, в конце концов, органам, не только, и даже, может быть, не столько, именно футбольных или околофутбольных, а именно от кого их зависит, там, не знаю, следственный комитет, МВД, чтобы не спустили на тормозах эту историю, потому что, ну, не может быть, не может быть такого, что безнаказанно это все прошло. Согласны, друзья мои? Согласны. Спасибо. Повода просто у остальных даже как-то задуматься о такой ситуации. Почему ему можно, мне нельзя. К сожалению, ребята, на самом деле, может быть, где-то и помогли бы своим клубам, да, и Краснодар и Зенит сейчас играют на европейской арене, и футболисты с русским паспортом, которые могут, которые могут, да, забивать и приносить пользу команды, но в данном случае, если, как ты говоришь, все на тормоза спустится, просто-напросто у людей, может быть, у других раскрыться какая-то невероятная история с тем, что, да, у меня тоже есть, скажем так, возможности, я могу делать все, что я захочу. Вот тут ситуация была, да, вот, Илья вспомнил по поводу вот боя недавнего нашего, да, смешанных единоборств борца, которому не дали вот пояс прямо там, именно в октагоне, потому что, что бы могло бы быть, если бы ему бы дали там прям пояс после данного, после данной ситуации. Ну, не знаю, как это взаимосвязано, но то, что безнаказанно проходит, и все эти гонки на Гелендвагенах, что называется, да, которые тоже безнаказанно проходят, которые останавливают по 8 раз при лишении прав, ее все равно останавливают, все равно гоняют и так далее, известные наши, да, я не знаю, а-ля золотая молодежь и так далее, вот именно вот такая вот безнаказанность и приводит к таким последствиям. Что ж, друзья мои, мы уделили достаточно много времени этому аспекту. Уверен, что теперь для наших коллег-журналистов, которые не спортивные программы, а, не знаю, там, развлекательные, у них хлеб теперь еще появился на несколько месяцев вперед. Давайте переходим к матчам Лиги Чемпионов и посмотрим, как сыграли наши команды в этом главном европейском турнире. ЦСКА дома, ну, по крайней мере, для меня неожиданно обыграл мадридский Реал со счетом 1-0, ну, и Локомотив проиграл Шальке 0-4, хотя предпосылки, наверное, да, для достижения цели, для победы, в общем-то, были у Локомотива неплохие. Итак, ЦСКА Реал. На прошлой передаче я сказал, что ЦСКА проиграет 2-0, и, наверное, к счастью, всех болельщиков и ЦСКА и всей России я, что называется, ошибся и признаю себе. Олег, ты начинаешь похожим быть на Георгия Черданцева. Слушай твой прогноз и ставь наоборот. Ну что ж, это было здорово. Илья, расскажи по этому матчу твои ощущения, твои эмоции. Очень жалко, что наша передача не произошла сразу после матча, когда вот сильные были впечатления от игры. Сейчас за неделю слишком много произошло других событий, в том числе и с армейской командой, что сейчас как-то они пересиливают вот те впечатления приятные и особенные, которые ты испытывал после окончания матча. Хотя, вообще, эта неделя была, вот мы начали и можно продолжить, что это была неделя таких скомканных концовок на спортивных состязаниях. И вот концовка этого матча и что потом происходило, вот они до некоторой степени убили вот те удивительные даже эмоции по результату особенно. Но армейцы победили, а как в одном фильме было сказано, что неважно, как победа была достигнута, победа есть победа. победа не пахнет в данном случае. Ну, это да. Кирилл, скажи, пожалуйста, как умудрился ЦСКА с пионерсоставом, который, да, мы все помним, вспоминаем 96-й год, Ярцева, ну, как бы, да, какую-то параллель я просто хочу провести, умудрились обыграть лучшую команду мира? Самоотдача плюс удача. Самоотдача плюс удача и Реал четыре матча подряд не может забить. Да, это правда. Вот. По самодаче, конечно, вопросов нет, мастерства не хватало. Команда брала тем, что умеет. Смотреть матч было не очень весело в болельщику, не в болельщику ЦСКА, потому что после забитого мяча играла одна команда практически Реал не на своем уровне. Но, безусловно, это достижение для армейцев. Для любой команды победа над топ-клубами испанскими, немецкими. Дороговство. Конечно, да. Так, может быть, это магия Лужников в том числе? Это в мемори. Ну, это да, я согласен. Давайте пообщаемся с нашим телезрителем. Добрый вечер. Добрый вечер. Еще раз, Сергей Сергеевич. Да. Поскольку, поскольку речь о ЦСКА идет, я доволен, что они, естественно, выиграли, выдержали, надо прямо сказать. Единственное, что мне не понравилось, это поведение О'Кенфеева. Только что хотел ее затронуть. Все великолепно знают, что спорить судьей бесполезно. Зачем? И закончился бы на минуту или на две раньше, чем этот, пока этот спор продолжался, он еще добавил это время. Там минуту 7 они, по-моему, играли. И следующий матч О'Кенфеев пропускает на выезде. И это меня волнует. Согласен. Спасибо. Спасибо. О'Кенфееву. Да, сейчас, Илья, хотел задать по поводу О'Кенфеева. Ну, естественно, за неделю мы тоже обсудили эту историю, эту ситуацию. Я даже одному из известному журналисту написал на его страничке, высказал, говорится, все, что я думаю об этом поступке О'Кенфеева. Зачем и куда он побежал? За 30 секунд. Ты знаешь, Олег, все-таки, пересмотрев много раз этот момент, судья показал две карточки с разницей в секунд в 5. То есть, О'Кенфеев еще только на него посмотрел, удивился карточке. Нет, я посмотрел даже сегодня повтор, после первой карточки О'Кенфеев успокоился, он просто где он посмотрел, в смысле желтая, и тут же получил вторую желтую. То есть, Игорь, были предпосылки получить эти карточки, но все-таки судья, как-то через чур был срок все-таки. А почему строк? Нет, вот я задаю вопрос, зачем он побежал? Что судья показал? Мяч у армейцев пенальти, взятие ворот, угловой, незаконный. Ты знаешь, Олег, я сам играл достаточно серьезно, ну, в средней серьезности в баскетбол и стритбол, и у меня, наверное, было порядка 20 технарей за мат в игре, хотя, в общем, матершинникам меня очень сложно отнести. Но это просто на такой, ты на таком находишься градусе, на таком накалит весь борьбе, что вот у некоторых игроков, в том числе у меня, вот вылетали какие-то... Ну, это безнаказанность. Можно вспомнить наши чемпионаты. И технаря я получал постоянно. Игорь, любой игрок сборной, допустим, у нас в чемпионате может накричать на судью, не получить даже карточки желтые. У нас за мат, как-то очень редко нам наказывают. И как-то сходит с рук это все. И действительно, мы даже сами как-то затрагивали в своих разговорах и на передачах, что это плохо кончится. Потому что на Западе там не будут западные люди разбираться. Что-то там, кто-то там звезда, не звезда. На судью наехал, давай получай желтую, милый мой. Ничего страшного здесь в этом нет. Надо об этом думать. Понимаешь, что у игрока... Почему за один наезд две желтые? Две желтые, да. Мы не знаем, понимаешь, это мы предполагаем, что так. Там было видно движение руки какое-то у него там высказывает и чего вот там. Это у судей да можно спросить. С эмоциями. А потом он, небось, и сказал что-нибудь. Непонятно только, да, действительно, 30 секунд до конца мяч у армейцев, выбей в поле, свисток, все, до свидания, победа, все, молодцы. Подел команду. Ну да, зачем? Мне, кстати, вспоминается, Спартак, когда, по-моему, это сделал Велитон или Алекс, после матча с ЦСКА выигранного, судья дал свисток, Алекс вынес мяч, просто вверх подбил. Получил от судья карточку за выражение эмоций. Я просто вспомнилась. Не, ну я тоже могу вспомнить, как, например, Жирков ударил по угловому флажку, ну упустил мяч, да, там, там проигрывали, там, 1-0, шла атака, упустил мяч и, ну, сгоряча ударил по угловому флажку. Эмоции. А у него уже была одна карточка желтая. Ему судья за вот эту вот эмоцию дает второй желтый и красный. Акинфеев наорал на судью после финального свистка, вот подождать ему 30 секундочек и в подтрибунном, так сказать, выучился. Получил бы все равно. Тут момент такой, может быть, красный получился. Конечно, запросто. Может быть, в момент игры, да, он не почувствовал, что мяч куда-то уходит, да, уже отбитый от ворот. У игрока здесь идет такой, знаешь, некий вот пихач. За несколько совокупностей, за несколько моментов хотелось вот прям высказать, высказать судье. Он же еще побежал, показывает там, что там показывает, мол, вдвоем или что там. Вот они. Два игрока, два игрока лежат, двое на него. И что дальше? Опять же, момент, мы можем сравнить. Помню Овчинникова, помнишь? Овчинникова. Только что я вспомнил, был на Эдуарде Старецова матч. Я капитан. Дальше нецензурная брань. Но там он чуть ли не взял этого судью за грудь, понимаешь, за шею. Здесь до этого не дошло, слава богу, потому что санкции, наверное, могли бы быть и более длительными по отношению к нашему вратарю. Но здесь, опять же, мы можем параллель свести с смешанными единоборствами, да? Когда получается, когда получается, наш боец, он просто-напросто выплеснул все эмоции после уже боя и перелез через октагон. А здесь получается во время, ну дождись ты на самом деле, ну выскажи ему там все, что думаешь о нем. А что думаешь? Что судья сделал не то, чтобы на него высказать все? Что он? Что он хочет цискать? А Кенфеев, он же капитан, правильно? И что? Значит, капитан должен... Капитан может подойти к судье и, соответственно, некоторые моменты обсудить. Обсудить эти моменты. Такой же игрок, он ни привилегий не имеет. Да, но у нас по футбольным понятиям на футболе мы играем по правилам. Капитан команды первый, кто подходит и, соответственно, за команду отвечает. Матч, еще стадион старый, стадион Динамо. Я поехал смотреть, играл Булыкин за нас против то ли Торпеды, то ли Ротера. И вот два игрока у углового флажка они начали друг на друга кричать матом. Там то ли ушел мяч, то ли не ушел. Выяснять отношения. И судья подбежал, не по желту, он взял по красной обоим дал. И, ребята, идите там, вот ругайтесь, обзываетесь. И весь стадион, прям, не знаю, пауза такая. Знаешь, ну как же так? Из-за чего? Все, вот был такой Булыкин. Если позволите, ведь в правилах FIFA и в правилах Российской премьер-лиги есть такой пункт за матерное высказание, даже просто во время матча игроку может показана желтая карточка. Не так давно я смотрел фильм про то, как показывает чемпионат Европы с участием сборного Советского Союза по футболу без комментариев. И вот рассказывают со смехом или с грустью, что там просто стоял отборный от всех игроков, про кого даже подумать было нельзя. Так вот, почему за эти, так сказать, выплески карточки все-таки не дают даже в матчах Лиги чемпионов, за вот эту ситуацию. То есть, как бы есть повод. Я считаю, что Игорь все-таки был неправ. Я стороне Олега, потому что если ситуация не такая была ситуация, чтобы так выплескать эмоции на судью, понимаешь? Не профессионально, да, Лиг, как ты написал, в принципе, вот ты тоже у тебя первые эмоции были, когда мы в нашем чате обсуждали эту ситуацию. Он не профессионал. А Роналду, да, вообще даже получается там не за что. Соглашусь. Друзья мои, у нас программа в принципе была рассчитана на то, что мы будем о футболе говорить, но все-таки неприятный инцидент с нашими футболистами немножко оттемал нас время. К смешанным единоборствам. А еще хочется поговорить. Локомотив Шальки. Константин. Я был на матче этом. Ты был на этом матче. Как пропустить? Ну, вот скажем, ну мог Локомотив побеждать. Я ставил на Локомотив. Только в первом тайме, Олег, Локомотив объективно мог побеждать. Во втором тайме команду, к сожалению, было не узнать. Это неприличный футбол со стороны хозяев поля. Честно говоря, с трибуны болельщиков было, честно говоря, вот на самом деле невероятно как-то смотреть футбол команды, которая в первом тайме чуть ли там не два должна была вносить. Там Баринов, тот же самый Дима, да, молодой футболист, который там чудодействующим способом ударил, вратарь каким-то образом отбил. Таким же чудодействием. Да, да, вот, а Шальки, они, откровенно говоря, наиграли на вот этот угловой и свой момент использовали на 100%. Обидно. Теперь Локомотиву все? Нет, Локомотива есть шанс, даже с шестью очками, мы помним, команды выходили в следующую стадию, но я думаю, что это не в этой группе будет, потому что... А Шальки из какой корзины зашло? Из четвертой? Шальки, да. Из четвертой корзины, значит, Локомотиву еще играть, соответственно, да, со второй и с третьей корзиной. Потому что дома надо все-таки по-любому брать очки. А сколько команды из Германии участвуют? Восемь, наверное, где-то в европейских кубках? Во всех. Бавария, Шальки. Во всех, наверное, восемь. Они же где-то в тройке, там, четыре, там. Если от нас шесть, да, получается, то от них восемь где-то. Да. Так что все нормально. Ну, будем надеяться и обращаясь к болельщикам Локомотива, да, хочется сказать, ну, никто не отменял веру в свою команду и вперед, и только вперед. Переходим к Лиге Европы. Три, три наших команды встречались у себя дома и каковы же результаты? Зенит выиграл у Славии 1-0, Спартак чуть-чуть не дотерпел для того, чтобы взять три очка с Испанской Вильяреалом и Краснодар в блестящем, великолепном матче выиграл у Сивили со счетом 2-1. Кирилл, ну, ну, что же не сложилось? Ну, чуть-чуть не дотерпели. Я не считаю, что не сложилось, Олег, я считаю, что это нормальный результат для Спартака. Это чуть-чуть, то, что ты имеешь в виду победу, оно сложилось в следующем матче Спартака. Это да. если брать на дистанции, нет, для Спартака это нормальный результат. Я, ну, ничья в данном случае для команды вполне приемлема. И главное, что мы увидели, опять можно говорить об отсутствии вразумительной комбинационной игры, но мы, по крайней мере, увидели у команды желание сражаться за своего тренера. Кирилл, а что с обороной стал? Ну, согласен. Давайте не будем забывать, да, Вильяло это из первой корзины команды, да? Да. Ничья, вроде даже, пускай на своем поле, с командой из первой корзины, это все равно, ну, это хорошо, это приятно. Ну, после поражения, да, мы сыграли в ничью. Все-таки я рассчитываю, что молодежь будет обрастать мясом буквально на ходу как-то, и мы будем выкарабкиваться из ситуации, как и в чемпионате России, так и в кубке. Потому что главный сейчас вопрос для болельщиков Спартака, все-таки на перспективу, будет остаться каррера или нет. И если увидели мы в первых турах растерянную игру и даже какое-то безволие, то сейчас молодежь, которой не хватает опыта, мастерство где-то есть, не хватает стабильности, но мы увидели желание команды, они отстаивают тренера, им комфортно с ним работать. Это вселяет надежду. Мячей почему много пропускают? 3-3, 3-2 в последнем матче. До этого мало пропускались, Сереж, до этого у нас было 5 мячей. Нет, я и говорю, что случилось? Почему начали так посадить в последнее время? Пошли играть более открыто, может быть, футбол. Мне представляется, да, два нападающих стали играть более открыто. Изменили схему немножко. Стали, и, соответственно, посыпались. Все понятно. Я, кстати, помнишь, говорил на той передаче, что тяжело будет с испанцами? Действительно, так вышло. Матчи-то все такие оттоненького. А помните, я на прошлой передаче сказал, что Спартак проиграет 3-1? Вильярят? Опять не сбылось мое предсказание. Костя прав, надо ставить. Наоборот. Ну да, но в этой ситуации я посмотрел концовку как раз игры, великолепно как-то Спартак пошел. Видимо, вот у него вот этот азарт добавился после второго мяча, да, когда они сравнили 2-2, третий какой-то вообще безунчик залетел, откровенно говоря. Через 3 минуты, там головой прямо взлетел Эльгареха с этим мячом Ташаев, блестящий. Ташаев, звезда вообще матча, звезда, потому что с его подачи забили гол, а потом заработал пенальти. Причем Ротарь-то угадал момент, но здесь сыграла ставка на испанцев, испанцы не проиграют. И тотал больше. В принципе, предсказывалось. А Спартак, откровенно говоря, многие болельщики, я читал в интервью, ну, таких, там на сайтах, чатах, что они отмечали, что Спартак наконец-то заиграл. Три мяча в Лиге Европы, три мяча в Красноярске. Коснодар, мне понравилось Комбэк. Коснодар, ты видишь, они проигрывали 1-0, и сумели 2-1 вытащить матч. Да, там был яркий матч, я посмотрел, матч был. А тяжело было, параллельно, и там надо было смотреть и Спартак, и Краснодар. Я потом посмотрел, то есть, Мамаев там не забывал, нет, Севилей, по-моему, там футболисты, нападающие. Классно. Классно. То есть, у нас высадился такой мощный испанский десант на нашу российскую землю. И, в принципе, нормально. Две победы, одна ничья. Севилей сейчас на ходу, Севилей на первом месте, ребята, идет, вот, с вашим бывшим игроком, который сидит, в основном, здесь запасили. Севилей здесь не первой проигрываете, в прошлом, да, 5-1 Спартак их обыграл. Вообще, испанцы, конечно, вот, что ни говоря, существует, проблема игры в Россию, проблема в испанцах. Согласен. Зенит, говорят, что не сам, я, честно говоря, не видел этой игры, только обзор посмотрел, говорят, это была самая худшая игра Зенита, самая худшая игра при Симаке. Скучная игра, во-первых, смотреть неинтересно. не забей там гол на какой-то там 84-й минуте, да, то... Я смотрю полностью матч, могу сказать, что Слави, это не знаю, какая-то тетейдневая, это очень мощная команда в данный момент, я думаю, она будет лидером вот этой группы, где играет Зенит. Они просто растоптали Зенит, я не знаю, сколько у них ударов было в створах, я думаю, не меньше 10-10. Лунёв признали лучшим вратарем этого игрового... Они бьют из всех позиций и все летит в раму, и все летит сложно, да, Лунёв играл хорошо, хотя сперва немножко нервничал, почему-то, или какой-то был расслабленный. В общем, Слави из этой группы выйдет, мне однозначно кажется, я думаю, он даже первое место займёт. Зениту невероятно повезло. Что-то невероятно. Зенит странно играет в Еврокубках, если он в чемпионате России вроде более-менее, а вот в Еврокубках, как тот... Предыдущий матч, вспомни, да, он как выкарабкался. Да, да, он же из Лиги чемпионов вообще это... Он попал в групповой, практически... Практически чуть ли не случайно попал в это, дальше прошёл в групповой турнир, и я думал, ну дальше что он пойдёт, разыграет. В Европейский клуб, для которого Лига Европы побочный турнир. Давайте, да, посмотрим матчи, которые предстоят нашим командам. Напоминаем ещё раз, в Лиге чемпионов, да, кто с кем встречается. Итак, 23 октября у нас играет Рома и ЦСКА. Рома дома, ну не знаю, не знаю, посмотрим. Разгромила в последнем матче. Ну и Локомотив дома играет в Порту. Поменяли, да, нам вот эту вот историю. С домашними матчами, то, что все матчи в Москве. Ну, в какой-то степени это здорово. С другой стороны, такой праздник, чуть ли не на день, на следующий в Москве можно посетить несколько крутых вывесок, да, что Реал, что ЦСКА с Реалом, что Локомотив в Шальке, да, вот, ну может поменьше, как бы, афиши, но тем не менее. 24-го? 24-го, да. День рождения будет, Костя, за имя на Локомотив. Хорошо, но Порту крепкий орешек, который может преподнести сюрпризы. Вот сейчас, в чем прелесть ситуации Локомотива, что на вторую и следующую игру, при, казалось бы, сложных, да, сейчас, сложной истории с выходом, вот сейчас есть все шансы, вновь вторая игра дома, Порту надо по-любому обыгрывать, да, потому что ЦСКА-то с Ромой на выезде, и надо уже запускать, что называется, щупаться под навесном. Да, тут будет с двух сторон, как бы, такая дилемма, с одной стороны, пропуск, хорошая подготовка матча сборной, некоторые игроки останутся в своих клубах, да, в частности, Локомотива, а с другой стороны, Локомотива, чуть ли не большинство игроков, которые представляют свои национальные сборные, может быть, какая-то растренированность, и тут бац, и Порту в Лиге Чемпионов, да, как бы, ну, опять же, как Семин сможет справиться с командой. Ну, до этого еще будет тур? Да, будет еще тур. Так что, по Рому ЦСКА, вот для ЦСКА такой матч, потеря Кенфеева, да, но все равно матч до некоторой степени комфортный, потому что армейцы едут с такой, с легким сердцем этот матч, потому что если они набирают одно очко, нет, 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 а если они набирают очко, то они просто супер, они фавориты в борьбе за вторую путевку, а если проиграют, ничего страшного, есть ответный матч, если игра с полюзенью. А кто стоять будет? Самое интересное, да, Амазон будет стоять. Да, Амазон поправляет. Потому что вот этот молодой парень, который вышел вместо Кенфеева, удаленного, у меня, у меня, да, знакомые ребята, друзья, сразу же начинают присылать в чатике, что парень играл буквально два или три года назад в ЛФЛ, и во втором там дивизионе трешку ему загрузили. А то он спустя два с половиной года, три выходят против Реала, и Сухаря, и Сухаря получает. Понимаете? За 30 секунд. Володец. В общем, ставки-то не сыграла. Вот такой. Я считаю, что Кенфеева удалили, и мне обязаны выплатить деньги. Понимаешь? Не пропустил, но сам ликвидировался человек. Даже если бы у нас стоял только один тайм, и то бы считался бы Сухарь. В общем, да? Ну, ладно. И давайте посмотрим, какие игры нас ждут уже совсем скоро в Лиге Европы. Итак, 25 октября, уже через день после Локомотива, Зенит дома играет с Бардо, Франция. С французскими командами мы всегда тяжело играем. Рейнджерс, да, играем мы в Шотландии, Спартак играет, ну и стандарт Краснодар на выезде наша команда играет со стандартом. Хотя тоже, в общем-то, бельгийский стандарт. Да, 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 да. Ну и Рейнджерс, Спартак... Спартака будет крутой выезд в Глазго. Да, да, в Глазго, мне кажется, все любят поезжать, потому что там... Все любят, но визу, ребята, знаете, как получить? В Шотландии? Конечно, да. Рейнджерс, мне кажется, не подарок для Спартака будет. Ну, разумеется, да, это серьезный клуб, уважаемый клуб, который мы должны обыгрывать. Я считаю, Спартака нужно обыграть. Динамо в свое время проиграл в финале Кубка-Кубка в 72-м году, когда болельщики высказали. А я помню, Аланьо не обыграли в 7-0, что ли, 6-0. 3-2. А Камп Нового в Барселоне не играли. Согласен. Ну что ж, сейчас помню. Болеем, болеем за наши команды. Ну и переходим мы к чемпионату России. Закончилась одна треть нашего чемпионата, 10 туров. Ну и давайте вспомним те результаты, которые были зафиксированы. Итак, ЦСКА, Локомотив 0-1. ЦСКА после Реала, видимо, решил, что уж Локомотив-то мы обыграем практически одной левой или правой. Зенит, Краснодар 2-1. Зенит победил и Кокорин и Мамаев в этом матче забили и после, наверное, этого поехали отмечать забитые мячи. Ахмат Анжи, команда, которая, мне кажется, Кавказская дерби, да, так и не выявили победителя. Енисей, Спартак по духу, я не знаю, по драматургии один из самых был, наверное, интересных матчей. Рубин-Урал 1-0, Ростов неожиданно дома проиграл Оренбургу 0-1, ну, крылья советов Динамо, ну, хотя бы крылья дома, по крайней мере, победили, победили, да, ну, и Арсенал Уфа 1-1, 1-1, 2-1, 0-0, 1-0, друзья, мы много говорили сегодня о наших командах в различных ситуациях. Давайте, ЦСКА, Локомотив 0-1, да, забил защитник Хеведес, команда, кто смотрел игру, Локомотив играл в меньшинстве практически весь второй тайм, опять же, Юрий Павлович Семин не перестает повторять, что нужны повторы, а в данной ситуации, я считаю, что было удаление ошибочным, потому что Эдер, он, конечно, шел, но фола на желтую карточку там не было, там не попал, а защитник ЦСКА отыграл эту ситуацию если бы он попал, это прямая красная, давайте не будем забывать, а то, что он опасно сыграл, это опасная игра, это желтая карточка, а она у него оказалась второй, вот и все, тут никаких ребят нету, по правилам, да, никаких нету, гол отменили, а гол был чистый, да, я этого парня тоже не заметил, там не был офсайд, там защитник задержался, там защитник, который рядом с угловым плашком стоял, армейский стоял, у него нога, я, честно говоря, не видел, офсайд, не видел, не видел, 10 раз они чертили, там стоит защитник, там расчертили, там прям на сантиметр, сантиметр они оказались вместе, на линии, может быть, там какой-то доля миллиметра, офсайд, но, если мы говорим так, то понятно, если мы говорим, что там был двухкилометровый офсайд, этого не было, но защитник армейцев был ближе к ним, а потом там начали линии вычерчивать, оказалось, что это все-таки офсайд, у нас же нет этого, как у... Повторы нужны, это очевидно, повторы нужны, все понятно, болельщиков локомотива поздравляю, после, в принципе, такого проворачивания колес по рельсам, в плане лиги чемпионов, это победа была необходима, победа была необходима, Енисей, Спартак, Суиска не спросишь, ничего? Я спросил, я спросил. А что, Суиска все понятно, Енисей, Спартак, два, три, вернулась история, да, когда на девяносто, какой там, четвертой минуте, третьей... То, что не сложилось в матче Кубка УФА, получилось сделать в матче внутреннего чемпионата, совершенно скучный первый тайм, казалось бы, кто ожидал, что во втором будет такое пир, что шесть забитых голов, причем голов совершенно зеркальных, команды забили с пенальти, с угловых, да, команды забили с угловых, и очень было тревожно, что сейчас Енисей тоже исполнит аналогично и сделает три, три, много стали пропускать, Сергей, да, правильно сказал, но дело в том, что, да, поменяла схема тренером, и теперь, видимо, какие-то связи развадили, потому что Енисей на последнем месте у нас идет, и не должны мы столько пропускать, но в данный момент, так же, как для Локомотивова, важен сам факт победы, качество игры, я думаю, придет, если будет такая же самоотдача и вера своей силы у команды, для Спарта качества это самое главное. Соглашусь, Сереж, прямо остается у нас не так много времени, но хотелось бы сказать, нет, о Динамо, в каком контексте, я сегодня разговаривал с одним из болельщиков Динамо, вот, и он сказал, говорит, мне не так обидно за результат, мне обидно, что в эту историю попадает Хохлов, что те игроки, которые у него сейчас есть, ну, то ли он их не может больше уже ничему научить, и команда не может прогрессировать. Хохлов прав, если интервью слушал, ты его, в принципе, понимаешь, ты любитель статистики. У нас две минуты. Да, любитель статистики, возьмешь матч Ростова, который проиграл дома, сколько у Оренбурга было, там, ударов, сколько у Ростова, там, в три или в четыре раза, так же Динамо последний матч играет, она превосходит по статистическим данным все команды, но забить не может, понимаешь, вот нет у нас такого убийцы, нападающего, Хохлов прав. Плюс, плюс проблемы, у нас Холмин получил травму, Рыков получил во время на четвертой минуте. Но это все-таки не наконечники, не один. Марков нападающий тоже получил, был один нападающий. Сереж, но можно вопрос, это не отменяет того факта, что Динамо становится уже, ну, даже ниже середняка в чемпионате. А мы сейчас посмотрим на турнирную таблицу, давайте смотреть на турнирную таблицу, да, и мы точно определим. Итак, Зенит, вне всякой конкуренции, на первом месте 25 очков, шикарный результат из 30 возможных идет, как говорится, впереди планеты всей. Краснодар притормозил немножко, Ростов, Спартак, Рубин, ЦСКА, посмотрите, разница, вот они, три очка, вторая, шестая команда, три очка, тот же Локомотив, до второго места четыре очка, да, то есть это, в принципе, все абсолютно рядышком. И вторая часть, у нас Динамо в зоне переходных матчей, 10 очков, но при одной победе, ну или там, при каких-то условиях, на восьмое место, на девятое место, на девятое место, ну, ничего страшного, ну, то есть, в принципе, ну, игры-то, Олег, нам предстоят, еще и с Зенитом, но без Кокорина, я думаю, надеюсь. Друзья мои, ну и последняя ремарочка, успеем на 30 секунд, Лига нации стартует, давайте посмотрим, с кем и когда играет наша команда, и так, в Лиге нации 11 октября, уже в четверг, да, у нас получается, сборная России играет дома со сборной Швеции, ну и в воскресенье, 14 октября, наша сборная команда играет со сборной Турции, сборную Швеции, ну, не мудрено, Динамо на 14, Махольман играет, не мудрено, ну что ж, друзья мои, на следующей неделе, также во вторник, мы встречаемся, надеюсь, что мы будем говорить только о футболе, что больше нам никаких сюрпризов, по крайней мере, наши футболисты вне футбола не преподнесут, всего доброго и болеем за своих, пока, 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 до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok